Мангоставский полицейский нашли на мусульманском кладбище двухлетнюю девочку. Ребенок провел рядом с могилами не менее 12 часов. Все это время в поселке, где она живет, велись поисковые работы. В них были задействованы военные, кинологи с собаками, полицейские и сельчане. Сейчас Айана уже играет, как ни в чем не бывало. О ее жутком приключении напоминает лишь царапина на руке. В тот вечер девочка гуляла во дворе с соседскими детьми в родном поселке. Родители наблюдали за ней из окна. Не увидев малышку, они бросились на поиски, а через полчаса обратились в полицию. На протяжении ночи стражи порядка военные и кинологи с собаками прочесывали местность, осмотрели каждый двор, опросили более 500 людей. Никто Айану не видел. Лишь под утро одна из поисковых команд решила проверить мусульманское кладбище в двух километрах от поселка в степи. Там, среди могил, они и обнаружили ребенка. Она лежала на земле лицом вниз, прикрываясь руками. Ночью было прохладно, но врачи скорой помощи сказали, что ее жизни ничего не угрожает. Увидев своего ребенка живым и невредимым, родители не смогли сдержать слез. Обещают, что на улицу Айану без присмотра больше не выпустят. Она раньше так далеко никогда не уходила. Всегда гуляла здесь, с детьми. Не знаю, почему пошла на кладбище. Может, детей увидела. Мы очень благодарны полицейским за то, что они вернули нам нашу дочку. Двумя годами ранее в этом же поселке пропал школьник. Через несколько дней его нашли мертвым в сточной канаве. За несколько лет до этого, после четырех дней безуспешных поисков, полицейские обнаружили труп трехлетнего ребенка. Сейчас ДВД готовится наградить полицейских, благодаря которым маленькая Айана осталась жива. Ирина Гончарова, Манды Каманкулов. Специально для Тумбакейзет. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!